Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работой художников и их описанием. Гюстав Доре. Работа называется «Ученики срывают колосси в субботу». Материал дерева, дата создания 1866 год. Сюжет повествует о возникшем конфликте между спасителем и фарисеями относительно исполнения субботы. Фарисеи, увидев, что ученики Христовы срывают колосси в поле, обличили их в нарушение субботы, дня покоя, посвященного Богу. Однако Христос обличил их в лицемерии. Покой субботы означает отдание себя милостивому Богу. Именно в этот день человек, отрешившись от суетности повседневных дел, должен творить дела милосердные. В то время проходил Иисусу субботу засеянными полями. Ученики же Его залкали и начали срывать колосси и есть. Фарисеев, увидев так, сказали ему «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им «А разве вы не читали, что делал Давид, когда залкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб, которых не должно было есть ни ему, ни бывшие с ним, а только одним священником?» «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не виновы? Ну, говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если вы знали, что значит милости хочу, а не жертвой, то и не осудили бы невиновы. Ибо Сын человеческий есть Господин и субботник». В центре композиции Иисус Христос, окруженный фарисеями, рукой Спаситель указывает на своих учеников, которые подаль собирают в поле колосси пшеницы. Художник показывает их со спины, испуганно оглядывающихся на фарисеев, исполненных завистью и злостью. Христос защищает своих учеников от несправедливых упреков и обличает фарисеев в недостатки любви. Противопоставление двух групп учеников и фарисеев создает контраст, беззащитность и открытость апостолов, чувствующих смущение и осуждение, намеренные найти повод для обвинений у тех, кто считался прежде образцом благочестия. Истинная любовь и напускная набожность, горячая вера и холодная расчетливость – так на чаши весов в день страшного суда окажутся деяния человеческого рода. День, посвященный Богу, не подразумевает безделие и праздность. Напротив, праведные дела должны пребывать с честным христианином в любое время. Вот такое описание нашел к работе Гюстава Доре, оно называется «Ученики срывают колосси в субботу». Пока-пока, до свидания.